И всем привет, ребят! С вами Мастер Байк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонат-аккаунту. Сегодня у нас уже четвертая полноценная серия. Предыдущая серия на момент записи этого видоса еще не вышла, в связи с тем, что у нас сегодня воскресенье и последний день скидочек, на которых мне нужно прокачать тот самый заветный дрон, который мы сегодня вместе с вами сделаем. Ну и также покатаем в рамках матчмейкинга, постараемся выполнить как можно больше заданок, заформить дополнительных контейнеров и, быть может, мне так же, как и вчера, очень сильно повезет с призами и мы сумеем залутать большое количество дополнительных призов. Ну а если вам нравятся видеоролики, посвященные бездонат-аккаунту, то обязательно поддержите данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личные так-так-тимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. И я уже за все про все набил практически 50 звезд, то есть, соответственно, у нас даже и по челленджу есть какие-то продвижения. Также мне нужно сейчас забрать призы дополнительные, которые у меня тут насобирались. Ну и дальше отправимся в матчмейкинг, сыграем, я думаю, что каточку в режиме Джиггернаута. Я для себя понял, что этот режим, наверное, стал на сегодняшний момент самым актуальным для прокачки звания на таких аккаунтах. Ну и плюс, ко всему прочему, с этого звания уже начинают кидать меня не против ботов, а против игроков. Соответственно, должно быть интересно. Посмотрим, как у нас дела будут обстоять. А, нет, даже давайте, наверное, сделаем сначала так. Сначала мы прокачаем тот самый замечательный брут, на которого я насобирал кристаллы. Да, сделаем его фулл на 30% скидках. Да, посмотрим, кстати, заодно сколько кристаллов у нас останется на все про все. И заберем, кстати, еще с магазина дополнительные призы. Так, 18-й, 19-й. Конечно, очень дешево стало все прокачивать в этом плане. Я потратил 40 тысяч кристаллов там с половины. То есть, грубо говоря, на весь дрон мне надо где-то около 100 тысяч кристаллов. Может, даже меньше. То есть, на сегодняшний момент времени прокачка в этом плане стала очень и очень дешевая. Чему я, конечно же, рад. Да, то, что у нас есть возможность такой прокачки. И у каждого из вас есть возможность такой прокачки. Да, поэтому обязательно прокачивайте и делайте в первую очередь на аккаунтах именно фулловый дрон брут. Это тот дрон, который, ну, реально на сегодняшний момент времени является, наверное, самым актуальным и приоритетным в нашей игре. Так, ну, а теперь мы можем уже точно пикнуть джиггернаута. При фулловом моем дроне, я не знаю, будет ли у меня какие-то дополнительные еще параметры даваться в прокачке. И будет ли давать это какое-то преимущество. Потому что, если я играю с расходкой, то у меня расходка двойная. По идее, на джиггернауте у тебя тоже все время полная расходка имеется. Соответственно, может быть, у меня тоже с этого будет какой-то интересный плюс. Ну, и посмотрим вообще, как там на штаб-сержанте обстоят дела в матчмейкинге. Насколько сильные игроки уже пикуются. Ну, либо нас сейчас, например, джиггернаут долго пикать не будет. И мы выберем какой-нибудь режим. Потому что есть у нас особые заданки, где надо набить очки на определенных режимах. И что у нас здесь есть? TDM-ка есть, да? TDM, контроль точек, осада, захват флага, регби, штурм. То есть, у меня, по сути, все режимы остались. Еще и командный джиггернаут, кстати, тоже есть. А почему у меня командный джиггернаут только есть? Я не понял. По идее, я его должен был уже выпал... А, эти же заданки открываются только со штаб-сержанта. Ладно, тогда давайте пикаем просто быстрый бой. У меня все режимы все есть. Поэтому, что нам предложит матчмейкинг, с того мы и начнем. А то и так уже довольно длительный период времени мы тут пикаемся. Поэтому посмотрим, исходя из того, что нам предложит уже матчмейкинг. И попробуем реализовать на максимум свою комбинацию уже в прокачке. Так, и меня закидывает на TDM очку. По звонкам здесь уже у ребят гэски тоже довольно неплохие. Соответственно, будет, наверное, не так просто. Но у нас фуловый брут. Соответственно, я думаю, что в этом плане должно быть все хорошо. При том, что я уверен, что здесь будет много игроков, которые играют без дронов от слова совсем. Да, и без расходки. Поэтому должны стараться выигрывать и стараться по полной баблить. Так, за нас играет какой-то жесткий магнум. Без устройств дополнительных. Я думал, что у него может еще и устройство дополнительное есть. Но это уже, как говорится, совсем другая игра. То есть, когда ты играешь против игроков, а не против ботов, тут уже совсем другие приоритеты и интересы в рамках матчмейкингового боя. Ну и совсем другие сложности. Да. Здесь уже не все так просто, как хотелось бы. И в моменте, может быть, у меня и не будет даже здесь большого количества киллов. Но все равно постараемся чутка подфармить как можно больше. Ну а вы не забывайте прожимать лайки, ребятчики. Обязательно. 123 лайка. Это именно та цифра, набирая которую у нас выходит следующая серия по без донат аккаунтику. Да, потихонечку наши прокачки будут идти вверх. Я очень сильно надеюсь на то, что мне уже в ближайшее время упадет та самая заветная пушка, которую я жду уже 40 тысяч лет и которая мне не падает. Уже другие пушки всякие падают у меня с контейнеров. А то, что мне надо, к сожалению, до сих пор мне еще не упал. Так, но нам надо за этот бой постараться сделать 600 очков. Реально ли за такую катку 600 очков сделать? Я, честно говоря, даже не знаю. Так, аудишка падает на центре. Имейты контролят ее. Так, ну и нам вообще выгодно бы вот под таких васпиков открываться. Стараться их респить. Респить вот таких можно еще. Типочков. Так, ДДшка у меня спадает. Особо вот есть такие игроки, которые до сих пор еще как будто против ботов думают играют. Да, то есть как будто они еще не против игроков, а против ботинков. Хотя, такую тычку мне неплохую залепливает молодой. Да, по ГСке есть ребята уже по 3400 на втором воронте. Вот у бойца ГСочка. Блин, сосули андро смазал. Обидно. Немножко разворотик просто долгий. Соответственно, здесь, ну, с наводкой уже не все так просто, как хотелось бы. Так, и мы начинаем, кстати, проигрывать катку. Мы начинаем проигрывать катку. Нужно постараться слить вот эту хури рельсу. А, это вражеская васпажига, блин. Я думал, что это мой тиммейт. Я думал, что это мой тиммейт. Оказывается, это вражеская васпажига, которая меня очень быстро уносит. Здесь хоппера, жига имеется. Блин, очень сложно со смоки, если честно, попадать. Очень много выстрелов летит в молоко. Я, в принципе, наверное, особо сильно этому не удивлен. Ну, и рельса меня просто ваншотает. Да, то есть, здесь на таких звонках рельса может даже вас ваншотать. Это тоже немножко, ну, так, неприятненько, я бы сказал. Неприятненько, когда ваншотик залетает. Так, минку ставим. Подтипа. Не понимаю, только куда она у нас встала. Так, плюс крит. Хорошо, пробуем забрать хоппера. Отлично. 50% оудишки у нас есть. Так, ну и овердрайв на центре забирает вражеская викинга рельса. Ну да, здесь ребята уже такие более каченые. Хотя, фуловый брут мне все-таки тоже дает дополнительное небольшое, но бонусное преимущество. Дает возможность иметь полноценную, можно так сказать, фуловую расходку. Ну и дальше, о боже, нифига себе, старший лейт против? Да, вот такой, конечно, большой разброс по звонкам. Это, конечно, максимально неприятно. Но, ладно, с этим я уже, честно говоря, ничего поделать не могу. Это, как говорится, только можно передать привет Ореху по балансу, да? Что вот такие вот игроки на старших лейтенантах запикиваются к нам в бои. Да, ну а так, в принципе, наверное, ничего критического. Ничего супер критического в этом нету. Пробуем контролить дроповую расходку. Раскручиваемся под оппонента. Есть аптека дроповая. Ага, забираем ее. Но меня рельса как-то через стену здесь дает. Сбиваем прицельчик. Правильно. Бойца немножечко подконтролить можно. Хорошо. 15% рез. Добавляем. Блин, ну не сливаю я его, к сожалению. К сожалению, не сливаю. 300 очков у нас. 50 килов. Да, на 600-ку я здесь в этом бою точно успеваю подраздать. Аптечку прожимает. Викингарь, рельса, да? Ну и старший лейтенант уже не такой, знаете, простой. Уже не так легко уничтожать таких бойцов. Так, падает Оуди. Оставляем Оуди под тиммейта. Раздачку сразу делает мне Оудиса. Неплохо. Только бы еще противника. О, миночка срабатывает вкусненькая. Так, ну и скрита хотя бы пару выстрелов. Один выстрел скрита дал. Овердрайвы куда-то завязать. Ну, поэтому бойцу особо сильно не хочется. Ну, вот. Единственное, да, то, что здесь у тебя есть возможность прожать расходки. Да, и то, что у тебя фуловый брут. Тут уже даже против таких званий у тебя есть возможность как-то конкурировать хотя бы с ними, да? Если бы у меня сейчас не было бы фулового здесь брута и не было бы возможности прожать расходки, то я бы, наверное, вообще бы очень сильно в таком бою бы страдал. А так, ну, в целом, наверное, не так все плохо. 18 на 9 идем. Ну, и даже уже в плюс 15 ведем. Это очень хорошо. Наша команда начинает по тихой развалку противника. Но вот те звания, конечно, которые запикиваются вместе с нами, выглядят очень жестко, если честно. Так, пробуем. Ах, не успел. И корельца. 4000 гс у нее. Хорошо, у нее еще нет устройства какой-нибудь крупнокалиберки. Если бы еще крупнокалиберка у нее была бы, я бы вообще, наверное, в шоке был бы. Так, оудишку хочется под него, наверное, прожать. Все-таки какой-то серьезный боец. Поэтому давайте оуди в него прожмем. Чтобы наверняка его на респаунчик отправить. Так, ну и пробуем здесь забирать. Ух ты, еще какой-то капитан. Ё-моё, что за звание кидает? То есть мы ведем сейчас плюс 20, но там противников таких накидало, что если они сейчас запотеют, то по ощущениям у нас вообще здесь нет шансов на победу. Ну ладно, ничего страшного. Мы-то тоже, как говорится, не пальцем деланные, ребятки. Поэтому будем пробовать. Будем пробовать не отдавать такую каточку. Еще бы у меня каждая смока бы. Цель бы попадала. Было бы вообще бы шикарно. А так половина выстрелов, когда в молоко летит, то не все так круто. Так, ну на 600 я иду. На то, чтобы забрать свои первые ультра-контейнеры. Которые мы тоже, я думаю, что в следующем видеоролике откроем. Ну, ультра-контейнеры уже, наверное, ценятся побольше. Поэтому, ну, двадцатка за один ультра-контик. На врывалову можно будет дать. Посмотрим, сколько мы еще сегодня контейнеров сверху откроем. Сколько у нас тут нафармится. Ну, вы не забывайте, конечно же, прожималову оформлять. О, дишка у меня, кстати, откуда-то одна появилась. Можно было, кстати, минку поставить, наверное, под этого бойца. Ну, ладно. Не получилось. Так, по киллам у нас 18 отрыва. В принципе, неплохой результат. Единственное только то, что вот сейчас я вижу, это то, что, ну, звонка особо сильно не растет. Званочка у меня особо сильно не растет. Я бы, наверное, сказал от слова совсем не растет. Да, так, пробуем здесь по васпику кинуть тыку. Двека рельса, я так понимаю, там уже без расходки. Стоит без большого количества хп. Он просто стоит под стенкой и ждет, пока у него аптека появится. Блин, ну на таком расстоянии уже смока просто в молоко накидывает. Ну, это ужас. Казалось бы, да, то есть что там по расстоянию, но я уже мимо стреляю. Так, овердрайв падает. Двека рельса стоит в такой полупозиции. Ну, было бы неплохо, конечно, как-то его набрить. О, хорош. Тиммейт въезжает. Особо много урона не наносит, если честно. Так, невыгодная позиция для моей смоки. Поэтому давайте, я думаю, что будем сейчас спускаться сюда вниз, чтобы и подрельсует, и не открыться. И чтобы дополнительно еще найти какого-нибудь противничка. Так, 99% по Удиса. Так, ищем. Поиски противников. Есть контактик. А, и в стеночку хотя бы дал, да? 500. От стены на маленьких званиях 500-ка всего лишь залетает. Тут у вас по... Гаусс как будто еще играет против ботов. Такое ощущение. Как будто он еще против ботиков где-то наигрывает. Так, ну и пробуем вот здесь еще открыться под эти в двух. И коррельса уже выпушивает наши две спауны. Мне надо еще 50 очков. 50 очков. Остается 35 киллов киллы. Наша команда делает довольно неплохо. Но противники тоже смотрю, что тут особо сильно от нас не отстает. Потому что тут уже довольно жесткие противнички подлетели. Хорошо, у нас есть хоть магнумы, которые с расстояния накидывают дэмэдж. И вот этот вот замечательный штаб-сержант тоже делает очень много... То есть самые полезные работы, чтобы мы эту катку выиграли. Только я уже даже один килл не могу сделать. Повердрайв у меня 40%. Суперплотная концовочка этого боя будет, я уже чувствую. Здесь будет прям суперплотненькая. О, за нас тоже какой-то старший лейтенант запикивается. Тоже неплохо. Так, пробуем слить Харька. Как мало урона наносит моя смака, это вообще ужас. Это просто ужас. Сколько мало урона я наношу таким бойцам? Так, еще и пробитие от Харька. А Харек уже с дуплетом играет? Да? Да, он уже с дуплетом... 6 тысяч гэс! О боже ты мой, куда меня запикивает? Да не, ну это вообще габела. Ну это просто... Ну что это за баланс матчмейкинга? Расскажите мне, пожалуйста. Вы хотите мне сказать, что реально нельзя балансировать матчмейкинг? Это же просто ужас. Это просто ужас. Это не то, что плохо. Это отвратительно. Когда я запикиваюсь против 6 тысяч гэс. У меня МК-1 вооружение. Штаб-сержант пикается против младшего лейта 6 кгс. Жесть. Просто жесть. Даже когда я на мегадонате играл, мне кажется, такого прямо жесткого разброса не было. Все, мы уже сливаем катку. То есть мы вели весь бой. И просто в моменте уже начинаем сливать. 200% овердрайва у меня есть. Пробую добить хотя бы свои очки. Не, ну дуплет это просто забейте. Это просто забейте. Это какой-то прикол. Это уже какой-то прикольчик. Так, овердрайв. Овердрайв. Куда-то надо завязать оверку. Попробовать плюс пару киллов хотя бы сделать с этой оудишки. Воспожига выпушивает. Пробуем накинуть по ней. Оуди падает. Пробуем забрать плюс танк. И сразу с разворота добавку второй оудишки. Два оудика сразу на бездонате. 2-0 на врывалову. Хорошо. Срабатывает. Плюс килл на добавку врывалова. Хорошенько. И еще. 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 Хорошо. Все. 655. Нифига себе. Я там столько очков приподнял сразу в моменте. Но еще и может быть запотеем на победку сразу. Сразу может на победочку. Может еще и победу выжмем. Нет. Здесь все. Здесь просто чел на хоре. На хоре молоте. С дуплетом вжимается. Хотя наши тиммейты там что-то бодрят, бодрят. Пытаются, пытаются еще дать киллочки. ДДшку с респа прожимаем. Может быть. Может быть еще врываем, врываем, врываем. Урон, 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 урон. 47, 47. Победа близка. Может быть делаем. Может быть делаем. Не делаем. Делаем, не делаем. 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 Давай, давай, давай. Плюс килл, плюс килл. Хорошо. И еще. Нет. Все-таки поражение. Но такая супер близкая все равно получилась. Каточка сюда дополнительные сразу ультраконтики. Сюда моблицовка. Карманчик. Быстренько забираем. Так. Плюс одна звезда отсюда. Плюс три звезды. Один контейнер отсюда. Плюс один контейнер отсюда. И плюс обучение еще по контейнеру. Итого у меня скоро еще и премка будет возможность получить. Но премку мне пока что активировать, наверное, нету никакого смысла. Так как... Так как... Так как... Мне надо контентовая моя пушечка. Мне падает гаусс. Два корпуса плюс замечательный... Замечательный гаусс. И это все дело мне дает еще парочку контейнер. Да или нет. Да или нет. Получи из контейнеров новую пушку и установи ее на свой танк в гараже. А, все понял. Пушку я получил. Соответственно, мне все, что нужно сделать, это ее установить в гараже. Получил я гаусса. Бам. Одел гаусса. Контейнер сюда на базу. Дайте мне, пожалуйста. Дайте мне на базу сюда контейнер. Так. И еще где-то у меня должен быть контейнер. За что только у меня должен быть. Открывал его я сделал. Будет ли у меня еще прибыль где-то. Смотрим внимательно. Прибыль мне никакую не дали тут. Нет. Походу дело все-таки мне прибыль никакую не дали. О, можно будет в спецрежим. А, в спецрежим только сегодня. Блин. Тогда получается я один ультра контейнер халявный. Уже, к сожалению, не заберу. Так. Ну, этот контейнер мы тоже открываем. Смотрим, что падает. ДДшки. Хорошо. Пишите все свои мысли по поводу нашего без доната 2.0. Пишите мысли по поводу баланса. Потому что я немножко в шоке. Также обязательно поддержьте данный видос лайком. Следующая серия у нас будет, как только наберется, 123 лайка. Прокачанный имеется. Дальше уже будет прокачка чисто вооружений. Ну, в первую очередь, конечно, мне надо сначала получить нужное вооружение. А тогда уже можно будет его начинать и прокачивать. Гаусс. О, Крусейдер, кстати, у меня есть. А Крусейдер я могу прокачать? Крусейдер. А, оно мне дает прокачать на МК. А, понял. Нет, тогда мне такие прокачки не нужны. Поэтому пишите все свои мысли. Обязательно поддержите видос лайком. Подписывайтесь на канал. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok